Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить куриную грудку сразу в трех вариантах. Просто, быстро и вкусно. Для двух вариантов понадобятся соуса песто красный и зеленый, а для третьего соус барбекю. Сейчас соус песто можно купить спокойно в магазине, но я приготовлю сам. Но начну я с самого простого рецепта. Куриную грудку нарезать кусочками, переложить ее в соус барбекю. Кстати, духовку надо уже включить. Можно соусы магазина использовать, можно приготовить самостоятельно. Я готовил, на канале есть ролик, вот сюда щелкать уголочек. По ссылке приходите либо в описании видео тоже смотрите. Кукурузные несладкие хлопья надо раздробить. А теперь курицу запанировать в хлопьях. Вот так. И выложить на противень. Сначала бумагу, конечно, а потом уже и курицу. А теперь запекаем при 190-200 градусах в течение 10-15 минут. Духовка должна быть предварительно разогрета, нагрев верхний и нижний. Время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размеров кусочки курицы. Сейчас займусь в песто. Для обоих соусов понадобится много зеленого базилика и немного чеснока. Кроме того, для красного песта, песто Россо на итальянском, понадобятся еще вяленые помидоры. Отличная заготовка на зиму. В магазине тоже можно купить, они, правда, там дороговаты, но проще приготовить самостоятельно. Показывал очень давно на канале, как они заготавливаются. Ссылочку здесь в уголочке тоже повешу и в описании тоже есть. Ну и миндай жареный понадобится на сковороду его. Он у меня без шкурки. Видите, я его в кипящей воде подержал 2 минуты, шкурка после этого легко снимается. А ну и пока он обжаривается, пробью помидоры с чесноком блендером. Степень измельчения на ваш вкус. Кому-то нравятся крупные кусочки в соусе, кому-то больше по душе более гомогенная текстура. Все тут с орехами. Уже неплохо. Чтобы проще их измельчить в блендере, сначала порублю ножом. А теперь все в кучу. И немного ароматного масла, в котором хранились помидоры. А теперь пара вжухов. Про степень измельчения уже говорил. Почти готово. Почти, потому что пармезан еще не добавил. Вообще песто обалденная штука. Даже просто вот в примитивные отваренные макарошки ложечку положить уже ум отъешь. Теперь займусь зеленым. Тут понадобятся орешки пинии. Это средиземноморская сосна. Можно взять, например, кедровые. Также чеснок, оливковое масло экстра верхен. Это на испанском, на английском будет экстра вержин. И базилик зеленый. И опять пара вжухов. Тоже почти готово. Здесь та же самая история. Для полной готовности нужно пармезан добавить. И перемешать. Вот теперь полностью готовы соусы. Красный, ну, вернее, розовый, наверное, да? Здесь, конечно, не розовый. Чтобы он розовый получился, должно быть чуть-чуть поменьше базилика, может быть, или более яркие помидоры. Какие найдете, они все-таки разные бывают. Итак, значит, песо роста. Росо. Обалденно. Обожаю вяленые помидоры. А здесь вяленые помидоры со вкусом вот этой кислинки, с присущим помидором, да? Сладковатые, яркие, короче, насыщенные. Ну, еще орехи поджаренные. И базилик. Базилик с чесноком – песня. Так, ну, и зеленый – песто. Ммм. А здесь вот эти вот классные орешки пини и базилик. Насыщенный вкус. Классно. И легкая горчинка – экстра-виржин. Песня. Обалденные соусы. Между тем, грудка по первому рецепту запеклась. А надо с двумя оставшимися рецептами разобраться. Эту располосую поперек в разрезы красное песто. Солить ничего не надо. В песто пармезан есть, а он сам по себе соленый. Сверху натертую моцареллу. Ну, помидорок нарезать сюда. Все, этот вариант готов. Так, ну, а теперь с последней разберемся. Эту режу вдоль. Внутрь вареного копченого бекона и моцареллы. А сверху зеленый песто. Он ароматный, он так классно пахнет базиликом, чесночком. А, и сыр. Опять же, моцарелла. А теперь все это в духовку. Опять же, верхний и нижний нагрев. Температура 190-200. Время запекания зависит от размера грудки, они разные бывают, и от реальной температуры в духовке. В среднем, считайте, от 25 до 40 минут, примерно. Пока можно снять пробу с первого варианта. В соусе барбекю с соусом барбекю в хрустящей панировке. Простетский закусон, к примеру, под пиво. Быстро, элементарно и очень плохо, если использовать хороший соус барбекю. А я вам показал рецепт хорошего соуса. Так, ну, начну я с зеленым песто. Грудку попробую. О, как и Кусманчик. Видите, моцарелла так классно запеклась, зарумянилась. А грудка очень сочная. Ну, и к тому же, она еще и заполнена дополнительно для сочности жирным бекончиком варен-копченым. Песто. Это сказка. Самого себя грудка по вкусу нейтральная. И поэтому расцветить ее различными вкусными ароматами, это правильная идея. Поэтому добавив сюда бекона, добавив сюда моцареллы для дополнительной сочности, добавив сюда совершенно замечательного песто, грудка становится просто очень вкусной. Прямо классной совершенно. Так, ну, а теперь вторая. И тут, конечно, кому больше какие вкусы нравятся. Кому это больше по душе. Томатные вкусы, в данном случае вяленых томатов. Тот, кто пробовал, знает, насколько они сочные, ароматные. Ну, а кому-то больше зеленый базилик, преобладающий. Ну, вот этот кусочек с помидоркой, тоже запекшийся сверху. Вот такую грудку я бы трескал каждый день. Просто творить даже очень сочную грудку, она все-таки скучная. Вот это 10 из 10. Слушайте, готовьте соусы песто. Готовьте, в конце концов, даже такие простецкие варианты такой вот куриной грудки. Единственное, что вот это. С сыром, впрочем, она даже холодная станет вкусно. А вот это, когда она остывает, она становится сухой уже. Это не то. Это вот с пылу и жару нужно есть. Готовьте и наслаждайтесь. А вот эти соусы песто, даже с обычной пастой, любых форм и размеров, позволят вам поужинать. Очень вкусно. Вот прям очень вкусно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok